итак всем привет мы начинаем играть в кайзерри дакс за германскую империю играл я уже в кайзеррайк но здесь кайзерри дакс есть чуть побольше путей и есть такой уникальный вроде как ну достаточно отделенный он стоит всех остальных по крайней мере есть такой путь канцлерства курта фон шлейхера и я думаю мы в него попробуем выйти и посмотреть что будет происходить история вроде как выглядит интересный я так понимаю геринга сюда можно привести это как раз таки нацпопулисты там он еще рудольф гес есть и патерналисты это просто от для нашим кайзером застрировать авторитарную власть канцлера наверное посмотрим в общем то попробуем пойти вот сюда я примерно посмотрел как это сделать ну тут есть конечно же гайд вот такие вот и примерно что-то рассказывают так что посмотрим пока что насколько как мы знаем все будет черный понедельник и даже не скрывают поэтому выйдем этом сразу в палитку потом будем потихоньку у ликвидировать все эти дебафы и я думаю по экономике мы будем идти в экономический бум потому что он выглядит вроде как самым эффективным экономический плюс-минус до может сказать этот правый баф на промышленность просто безумно сильный для убав я бы не сказал что столько сильный а вы но здесь нету скидок на самолеты было бы здесь еще скидка на авиацию я бы тогда наверное пошел в правый но здесь мы пропускаем фабрики правые да да пропуская фабрики большая все военные заводы пораньше нам так что типа бред но фабрики всегда дороже всегда выгоднее и здесь мы получаем объем и макс эффективность это даст нам очень много производства вот так что поехали пока политки исследование у нас ничего необычного ну а мир я думаю говорить особо нет смысла все скорее все знают гармония в первом мировой победила не проиграла франция унижена там восстали синдикалисты британии примерно та же самая ситуация благ и соответственно королевская семья укрылась канаду и еще некоторые связи них поддерживается но конечно же все послабее вот так что начинаем поехали но мечтать и говоря что по моему флот здесь намного сильнее наш чем в кайзер рахи у нас сразу есть стартовые авианосцы куча просто линкоров линейных крейсеров легких крейсеров просто две сотни эсминцев сотня подводок очень большой флот я думаю мы без проблем сможем против британии и франции на море сражаться и очень успешно побеждать я думаю единственное так как у нас авианосцы эти очень старенькие их придется немножко рефит ночь ну добавить им собственно говоря палубу вторую и у нас даже есть 1 2 лава давай мы ему еще две палубы будет в целом более менее плохой флот у нас не верю что нам инвестировать прибуда очень много потому что нам уже в теории и этого должна хватать но посмотрим может быть еще что-то добавим и господи как же здесь страшно то что можно 15 верфей поставить на авианосцы и просто за полгода сделать авианосец это какое-то безумие честно и вот на свете как раз таки о конституции нашей германии рассказывать что происходит да ну ладно но реально вас еще в руках кайзера так что конституция конечно конституции но мы знаем кто прав и мы кстати говоря можем себе взять флот ост-азии давайте посмотрим нашего стази насколько небольшой флот и у них тоже огромный флот 5 авианосцев скорее всего стареньких поэтому не самый сильный то таких себе но два масса а два масса по моему это как раз таки новенькие так что да ну конечно с плохими с плохими модулями тем не менее здесь тоже огромный флот но мне кажется нам нашего более чем хватит построить первое время фабрики потом думаю перейдем на военные заводы не думаю что нам есть смысл какой-то покупать себе еще строить себе синтетику потому что с нефти мы как-то разберемся с резиной тоже как-то ну я думаю справимся он тут совет к цессе нам пришел 5 нп супер там киренского застрелили в россии ну все как обычно смотрим кто-то придет в пласте смотрите-ка зимние олимпийские игры и первое место норвегия ничего себе потом шлица германия снимаю рейхспакт на них доминирует а вот мы пришли к выплатам брест литовских репараций на год супер еще больше мы получаем промышленности одновременно работающие это все приятный плюс нам еще 47 дают фабрик от торговли сейчас неплохо так фабрик подстроим но потом full военку взламывать мы конечно же будем францию и британию чем я бы наверное знаете что сделал местный центр обучения чтобы там шпионов особых сделать а вот и черный понятильник судя по всем подъехал потому что да у меня промышленность резко провалилась и так она еще не завершилась но мы сразу же там сюда выйти будем так да потому что нужно выдать и до этих фокусов так что я все правильно пошел раздавайте вот в прирост политики вымыть и хотел сказать я но мы же хотим пойти вот сюда точнее в курту нашего прекрасного и я так понимаю нам нужно для этого сюда пойти так что мы передумываем и идем сразу к закону о полиции и у нас есть выборах потерять политку стабильность потерять много или больше стабильности чуть меньше политки либо ничего не делать и я думаю надо брать вот этот средний вариант хотя слушайте мы делаем я думаю вот так потому что мы должны так успеть сделать к у нас есть на это время и что важнее стабильность либо политка но вообще я думаю 50 политки не стоит как бы стабильности 5 поехали вот она и завершилась стабильность плюс 5 сейчас будем потихоньку восстанавливать нашу страну так а помощь кубани как нас еще параллельно назначение назначение дагеринга назначаем кубань просит помощи давайте поможем ок монополий в польше крах ну да совет союз свободных рабочих германии так но я думаю надо надо полностью задушить гейдрих тут у нас что-то там себя замнил и обстрел на живут вот находится делает еврейское местечко тоже интересная историческая личность и он явно не дружелюбно относился к евреям я так могу сказать так что это конечно несколько ироничная вещь так и и какие-то же происходит события я думаю надо там кому-нибудь будет помочь только понять кому эти ребята выглядят как будто они кто-то кто нам будут потом продавать дешевые ресурсы да так что давайте попробуем туда и помочь добровольцами и я посмотрел на то как мне приходит опыт и я очень удивился я такой даже перезашел в главное меню посмотрите что каким-то образом запустился на какой-то не той сложности нет если на любой сложности дается плюс опыт и это немного странно то есть это очень странно но ладно иском он тоже дается и иском и нам ладно все что я могу сказать по этому решению разработчиков улица наших городов более небезопасны майн год точно нужна полиция так что срочно срочно идем в полицию однозначно и так наши люди сюда прибыли немного поздно здесь уже ситуация очень сложная но они постараются сделать все что только смогут и смотрите-ка у нас финансовые проблемы в колониях да я думаю надо помогать по максимуму вкладываться давайте чтобы там у них все было хорошо и сельхоз хозяйственный кризис тоже здесь нет ну я думаю мы должны защищать наших фермеров давайте-ка итак и мир просит оружие из афганистана слушайте блин я бы конечно вообще был бы не против но честно говоря мне не так сильно важно чтобы здесь в индии кто-то другой победил я думаю мы можем это потерпеть на самом деле а вот 100 политики звучит прям блин очень-очень солидно рост у нас какие-то обязательства да но слушайте не давайте-ка 100 политики получим нам это побольше нужно будет но мы можем отправить и добровольцев и так смотрите-ка это тоже что-то африканское да или нет нет хотя да дубыте давайте попробуем все что можно спасти спасти чем бы нет и мы идем дальше запретить деятельность французских организации конечно же а то они на тут забастовки устраивают всех наших честных немцев хотят на свою кривую красную дорожку позвать и какой-то вин который не переведен до конца может сильно пострадать но давайте мы не хотим чтобы она страдала не знаю только что это изменит но допустим здесь мы пытаемся вот здесь повоевать и в целом здесь не очень хорошо и им по снабжению потому что здесь нету снабжения сюда а это видимо не достает до них есть смысла какой-то перейти вот сюда но я не перехожу потому что мы здесь ну очень успешно в горах время дивизиями дефон все против их постоянных атак с другой стороны нам бы как-то продвигаться не только дефон и формить опыт что я действительно был бы не против если бы эти ребята победили организм кстати говоря замерился на белый мир видимо с доминиона миндия у нас это устроит и до начинают наши войска более-менее активно уже тут действовать конечно без радио пока еще грустно в боях с подкреплениями но будем рано или поздно все пробивать так и смотрите-ка о они даже нам что-то начинают прислать видимо металли африка потихоньку просыпается и так раз не тут встречаются так понимаю консанал встречается исландия покидает металли европа это мне не нравится конечно и нам подъехала нефтяное соглашение от горской республики это вот от этой да я в целом не против нефть должна течь белая рутень опорист расширить самоуправление но слушайте насколько это опасно вопрос а да я думаю можно все это позволить давайте искать если это им как-то поможет экономически пускай мы хотим все наши территории всех наших еще не сохранить максимально хорошее состояние так мы запретили деятельность французов у нас как что мы не можем делать вот это но мы уже можем выходить вот сюда и румыне национализировала нефть который мы там добывали как они посмели я могу только это сказать ничего мы потом вернем себе все это так мальта независимо она раньше была с нами францы там свое лицо они на что-то делаются а впрочем нет нет не впрочем вообще мальта очень вполне себе важный город здесь но ладно мы уж этим ничего поделать не сможем а вот бунтащики и сдаются потихоньку и на них я клика выиграла против уже первой стороны будем сейчас помогать и дальше игре хотят захватывать наше вложение каждый сегодня против них санкции и продолжаем помогать киска теги против оставшихся противников наверно пойдем все-таки на север потому что на или снабжение нету и это грустно просто ожидание соединения и что-то происходит в польше но я понятия не имею что этот не переведен на какой-то ивент на всякий случай я думаю есть смысл туда свои войска направить да думаю не будет лишним хотя я не думаю что что-то реально будет происходить но вдруг на каждом отправляем этому ультиматум это хотя бы переведено и на самом деле я сейчас понимаю что вообще надо было идти полностью экономик потому что видите вот это мы не сможем сделать до вот этого фокуса этот фокус мы не сделаем до выборов выбора только через год соответственно надо было полностью экономику тянул еще не поздно начать титула сейчас и да слушайте там какие-то синдикалисты были видимо я оказался прав и сейчас начнется война видимо да я очень угадал с этим давайте перевести им всю авиацию и нормально перераспределим генералов еще один вопрос помогает ли компаниям стабильность за политку я думаю надо брать конечно да в большом минусе по политке но потерпим и да у нас начинаются уже ну так вторжение в польшу я пожалуй буду вторгаться самый последний момент то есть когда уже этот вент примется он сразу начнет войну за это время максим планированием наберем так софра женские свою деятельность слушайте но политку терять не хочется говорится да если мой этаж зато я так понимаю если мы примем то можно нажать эту кнопку она бесполезно так что 25 политики самый нормальный вариант выбираем здесь еще один вентик у нас опять-таки стабильно за политку да нам нужно выкачивать стабильность и короче еще не произошло по стечению таймера я даже перезагрузился назад на 1 июня посмотрел может что-то сломалось может я должен был нажать сам тогда бы она не сломалась на нет просто ничего не произошло они тогда не сейчас так спасение банков прекрасная опция не на 25 стабильности за 40 политки мы платить точно не готовы так вот нет просто мы не напали почему-то так этнический конфликт а сман требует так сейчас подумаем счет этого в общем то почему-то ничего не сработало странно но допустим началась война возможно что-то багнулась либо какие-то нити переводы не знаю так крымский кризис так называемый между украиной и турцией сманской империи так севастополь уж что я так как украина в нашем альянсе я бы предпочел чтобы крым оставался тоже в нашем альянсе на самом деле верно так что я думаю мы не будем вмешиваться так еще один ивентик пришел нам из литвы представитель хотят они новую торговлю заключить да давайте окей все это их бахнет то я не против спаде винтов просто тонна так и плюс 200 политки за 5 стабильности его 35 стабильности за 250 политки если мы я вот это я из этой беды просто в жизни не выведу конечно хотелось бы но нет я думаю надо политку возвращать потому что иначе но я реально буду всю игру возвращаться из этого минуса это крымского стала что-то происходит видимо какие-то пограничные конфликты между ними о внешних нормальной жизни смотрите-ка плюс стабильность плюс политки мы предотвратили очередной кризис супер самом деле мне интересно стоило ли брать тогда если я знал что нам тут еще 200 я наверно взял тут стоит стабильность потому что там было очень много стабильности конечно но посмотрим подумаем закон о полиции я думаю все еще мы конечно же примем и здесь мы пойдем я думаю в чеку исследования было бы неплохо пойти до фабрики нам конечно тоже нужны но письмо говоря нам мы все еще чтобы убрать себе черный понедельник сначала должны закон о полиции сделать и только потом выйти к этому фокусу что это подождет а исследование мы все это время уже будем получать то но мы так много факт от этих фабрик не получим потому что тнп у нас все равно огромный но мы получили себе возможность что-то поставили 150 политки и смотрите мы будем эти сталь группа это модернизирует как раз таки круп я не уверен какой из по что группов здесь несколько принципе очень много я бы сказал так и в танках есть он и в вооружении и промышленности короче говоря давайте поставим промышленно точно 55 тебя слушайте что-то хотелось бы 15 на фабрике это звучит очень сильно но в будущем она нам пригодится вообще в будущем думаем вообще передумать судан 10 капа но пока мы будем застраиваться плюс 5 фабрик пойдет и в военные заводы кажется что же супер ну и параллельно будет очень много еще исследуемые с промки ой металли африка нам еще оружие присылает вал так зависимость получилась вопрос только это независимость какая полная либо это такая условная зависимость непонятно еще в правительство интересно так они по куда пошли я не очень уверен честно говоря тотализм синдикализм так нет это не нравится они видимо идут дата в красную до все чем угодно посмотрим к чему они подойдут пока есть ощущение что это в будущем нам какие-то проблемы создаст и они возможно ступит интернационал вот здесь нам кстати говоря пишется что это даст это даст плюс 5 военных заводов строительства скорости нормально на самом деле принципе ну мы уйдем вот сюда там возможно я возьму поддержку артиллерии чтобы побыстрее заражить себе средней пушки и начать средние танки делать и белая рта не хочет помощи экономической ну мы там и помогали уже до этого дали им автономию чем теперь политики это много разглашение зависимости от делания нажимали кстати говоря там есть ощущение что что-то они там и туда пойдут поращивание хотя ладно вроде как вроде как туда и давайте да поможем к неверим чем-то помогает ну поверим что поможет постарика запрашивает немецких гардин зоне ничего себе да давайте чей аргентистская торговая делегация риска будет значительно но я думаю что нет надо соглашаться на эти три темпы и быть довольны посмотрите-ка благодаря нашел флота они дружелюбно давайте да получим к пускай не получил гарантия буду не против и у нас наши остались x и говоря проблемы но мы это понимание можем не добровольцы отправить что не нашим альянсе да не можно так и наоборот забрать войска не отправить им ничего не в войну вступить сюда вот только можем наверное им линд лист какой-то отправить на самом деле я думаю в этом есть некоторый смысл было бы неплохо если бы побыстрее с этой войной разобрались так что давайте им некоторые припасы отправим а все равно в один момент я думаю этих припасов будет более чем достаточно а этим ребятам давайте да поможем они все таки потом фокусом там очень жестко подкачаются но им надо это войну все-таки закончить однозначно смотрите к хотят слабить военные ограничения да я не против они в нашем альянсе они могут там немножко помочь какими-то войсками почему бы нет и военно-морское тоже без проблем еще я думаю надо убрать все задухшие милитаризм это поднимет нам поддержку войны и мы благодаря этому сможем поставить частично мобилизацию думаю это того стоит они предлагают экономическую сделку да почему нет вы можете формировать высшее военно-командование окей понял нас это течелую пропали ну ладно немножко неприятно тем не менее нормально темы политки на вот это потом я думаю мы будем ставить себе танковый потом наверное авиационный либо кстати говоря морской тоже концерт посмотрим фландрия присоединяется к металл европе супер они типа распались на две стороны я думала что не так и что мы были одной страной или я что-то путаю он получили себе технологию вертолетов любопытно они нам даны типа транспортниками только особыми так сказать и любопытно а давайте сравним его с обычными транспортниками вот этими их во первых нельзя грейдить у них дальность 1000 так у этих дальность жизненность название жизнь это больничное описание и дальность 500 не ну как-то слушайте но они еще и воевать могут да у них видите воздушная атака и защита есть маневренность есть морская есть авиаштурмовая атака 18 чтобы понимали наши текущие лучшие штурмовики смогут иметь в принципе примерно такую 16 даже меньше как будто неплохо еще и за 30 всего лишь давайте поделаем чё нет то вопрос опять таки они применяются для других целей давайте сделаем а мы получили сотку давайте посмотрим если там только транспортировка то зачем нам вообще она нужна но судя по всему нет одессы по всему да только транспортировка ладно тогда они бесполезны а мне казалось что они классные ленин джип что он так простите как что он так очень странно ну допустим дима какой-то я понял ленин ленин дима какой-то шизо путь там получился и здесь тоже какой-то тоже неизвестный мне пути происходит вот смотрите ка еще какие вертолеты подождите это так как обычно лагают все это те же по моему нет ну да и только транспортная их не интересно так использовать не 100 ты хорошие другие и кинская клика выиграла всех своих противников супер мистом видим китовом дебафы накинулись но самое главное они справились и наш так сказать с как это шпион сотрудник в китае жив страна которая больше всего выглядит как та которая будет нашли тире зарисовать оператив хочет к нам берем конечно и не смотрите ка вот здесь как дела идут но пока так себе еще очень так себе но военный завод у них есть их на авиации что военный завод госпитая а вот этих нету у них только один военный завод так что ну шансы у наших каждого побольше но я бы им возможно еще немножко трое ловен лиза я ладно пускай это доедет но я бы сверху до добавил еще тоже тысяч пять пускай будет чем бы нет а мы нашу экономику мобилизируем более-менее с этим мы разобрались но конечно еще 50 процентов у нас от поделька потом будет всего один себе за него конечно же ждем этого момента так смотрите-ка я так понимаю ли врачи тиска изменения а что насчет шляхера окей все я чуть прошел это короче выбираем нижней к можно перемены и потом берем себе вот так вот шагер блин он советник ужасный 5-5 макс производства это прям не нравится мне но что делать и мы достраиваем фабрики назначаем сюда делать закона полиции потом уже идем вот сюда и надеюсь надеюсь я что здесь мы как-то компенсируем то что у этого парня здесь 5 тнп и 5 макс производства что но это слишком много и бафов акачет от россии россия хочет захватить кавказский регион нам или каждом нас это не устраивает нет это точно нет я думаю надо звать всех фрис пакт да даже вот это подождите к южное российское правительство интересная страна с интересными флагами да мы конечно же приглашать нам надо защищать вот эту наш нефть черт африканская компания обон коротилась надо было держите либо меньше либо вообще не поддерживать видимо но ладно а пока что пока что мы идем до эти фокуса в принципе достаточно близко все наши вещи и очень надеюсь на то что мы здесь как-то что-то получим всех этих фокусов иначе будет грустно но мы уже идем в закона полиции и мы входим в точку невозврата отменить уже этот фокус нельзя получим прирост усиление развития это приятно стабильность на и плюс популярность стабильность мы потеряем нас это устроит в сша еще не началась гражданская война но я чувствую уже вот-вот но пройдет так а у нас вот кстати говоря да в это состояние в америке пропало и смотрите-ка они приняли наше предложение и кей вопрос только такой а что там потом будет так сказать потом они станут нашими друзьями или нет к что да смотрите-ка даже да но потом непонятно будем смотреть и так закон о полиции есть давайте идем сюда мы сможем взять все и вот эти фокуса потом взять канцлера и потом брать уже полностью черный понедельник и так началась испании гражданская война и в аргентине и чили здесь нам надо я думаю аргентину поддерживать однозначно направим туда я думаю кислоринга с его 35 дивизиями и даже 1 как было смотрим супер думаю это будут тактические бомбардировщики что них там раньше побольше будет а там раньше конечно такие себе это раз-два мы отправляем сюда вопрос только кто здесь наш смотрите патерналисты у нас вроде как наши полудружественные ребята давайте посмотрим фокусы и наверное мы их и будем поддерживать но смотрите какие выборы есть свой альянс либо антанта здесь у нас кто есть победа войне они могут и тоже и туда и туда дайте как бы да короче ничто не не определено давайте это верно и вот этих то что они чуть ближе к нам по идеологии потом нас будет еще наверное вот эта идеология так что давайте сюда плену этих ребят даже нет опции к нам прийти да так что не давайте будем поддерживать такие южных челов дам отправляем чтоб люди только давайте ему дивизию сменим на наш основной шаблон и в меди который сейчас отправим добровольцев скоро начнется у нас то вот я сказал прокси война и в южной америке и в америке и в испании и в китае возможно тоже будут короче начнем везде где можно наше влияние проток продвигать но на этом я думаю эту серию под закончим мы в принципе почти что избавились от вообще черного понедельника нам осталось просто фокус 4 забрать 5 технически мы уже назначили шлейхера нашим канцлером будем немножко опытом фокуса тоже проходить ну конечно все темпы надо убрать прямо сейчас мы не будем ждать ничего другого единственное что я еще думал возможно взять пройти вот сюда по флоту выйти в исследование авианосов плюс сто процентов поставить себе исследоваться 3 нос и наделать с третьих авианосов четыре штуки но посмотрим подумаем еще насчет этого вот а с вами ребят был долгай подписывайся следующий друг не подписаны лайки комментарии все как обычно и до скорых встреч пока